Сделать город чуточку красивее может каждый его житель. Это утверждение доказывает на собственном примере Соня, студентка 4-го курса биолого-химического факультета ИВГУ. Свой дипломный проект девушка посвятила благоустройству Куваевского леса. Парк этот я давно знаю и люблю. С детства здесь гуляла, слышала, что здесь есть такое место, такая территория, но сама знала о ней буквально пару строк. И всегда меня удивляло то, что парк 1905 года иногда называют Куваевский лес. Вот эта работа, эта территория меня заинтересовали, немножко покопались в истории. И узнали, что здесь существует дендрарий, принадлежит нашему университету. И решили заняться. На территории бывшей усадьбы фабриканта Куваева девушка с двумя помощниками разбила клумбу, посадила цветы. Саженцами ее снабдили работники ботанического сада ИВГУ, располагающегося по соседству. Когда-то цветник на месте клумбы уже был. Восстановить его в первозданном виде такова задумка Сони. В рамках моего дипломного проекта мы взяли территорию, которая является территорией университета, но в то же время не ограждена и находится в свободном доступе для посетителей парка. Мы планировали восстановить центральную клумбу, которая находится на главной аллее усадьбы Куваева бывшей. Хотели обустроить эту территорию, благородить, чтобы она радовала глаз обычных людей. Хочу заметить, что это не полностью мой проект, он намного больше, а здесь мы реализовали частично, то есть то, что можно сделать нашими силами. Теперь цветник радует местных жителей и посетителей парка. Раньше-то я не был, не знал. Я вот в этом году езжу. Замечательно все. Хорошо. Что хорошо, то хорошо. Обустраивать, конечно, парк надо обязательно, потому что здесь зона такая, где сидеть гуляют и взрослые. Я думаю, всем будет приятно и даже глаз радуется. На достигнутом девушка останавливаться не хотела бы, ведь для благоустройства Куваевского леса необходимо обустроить и прилегающую к клумбе территорию. К сожалению, для воплощения задуманного у девушки нет ничего, кроме энтузиазма. Не хватает материальных средств, технических возможностей. Потому что, например, расчистка аллей – это, может быть, спиливание старых умерших деревьев, распил их и вывоз этих уже полученных продуктов. Это все, конечно, не по силам девочки и не по силам даже ботаническому саду. То есть вот здесь могла бы быть помощь технической оснащенности. Именно из таких инициатив, отдельно взятых людей, складывается городской ландшафт. Если каждый возьмет шество хотя бы над маленьким уголком Иваново, город расцветет. Главное, чтобы городские власти не расслаблялись и поддерживали инициативу молодых. Наталья Романова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.